Здравствуйте, это программа «Слово веры». И здесь мы говорим об исторических событиях, праздниках и интересных людях в мире православия. В музее истории Хабаровска открылась выставка «Триумфальная арка. Портал между прошлым и будущим». В экспозиции представили триумфальные арки, построенные в честь посещения городов цесаревичем Николаем Александровичем Романовым во время его путешествия на Восток. Одна из целей выставки – возрождение исторической памяти и укрепление патриотического сознания. Фотографии триумфальных арок из разных городов Сибири и Дальнего Востока впервые собраны на одной выставке. В Царской России эти архитектурные сооружения символизировали единение и расширение территории, сплоченность российского общества. Строились такие арки в разных стилях и из разных материалов – дерева, кирпича или камня. Хабаровск стал одним из городов Дальнего Востока, который посетил на обратной дороге из кругосветного путешествия цесаревич Николай Романов. Это было 10 мая 1891 года. В город будущий император въехал через богато украшенную Триумфальную арку, которая находилась на вершине улицы Алексеевской, ныне Шевченко. По словам историков, в Хабаровске было построено еще три арки на случай, если корабль цесаревича причалит в другое место. Выставку «Триумфальная арка. Портал между прошлым и будущим» в Хабаровске организовал Белый фонд. Он занимается сохранением культурного и исторического наследия. Вместе с представителями фонда приехала и правнучка князя Владимира Борятинского, руководителя Восточного путешествия цесаревича. Елизавета Апраксина рассказывает молодежи о деятельности своих предков – самого князя и двух его зетях. Были члены строительного комитета храма-памятника, построили храм в память жертв царской семьи и всех людей богоборческой власти убиенных. Храм Ева Многострадального в день рождения государя. Святи царствие, молите во церкви! На открытии выставки в Хабаровске была совершена краткая молитва о царственных страстотерпцах. Основанием прославления их в лике святых стала безвинная смерть, принятая Николаем Романовым и его семьей за христианскую веру. Явили действительно пример такого беззаветного служения своей любимой России, как они об этом и говорили. И за это страдали, и за это и умирали, и в конце концов приняли имуческую смерть. Выставку «Триумфальная арка. Портал между прошлым и будущим» показали не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири. В Хабаровске в музее города она будет работать до 12 мая. Вербное воскресенье В России их можно найти не везде, поэтому жители нашей страны приходят в церкви с вербой, а на первой распускается весной. Всегда в воскресенье, предшествующее Пасхе, празднуется вербное воскресенье, праздник входа Господа в храм, когда отдаются почести Иисусу, дарующему свободу, спасение от рабства, презревшего ждущие его муки, страдания, смерть во славу Господа. Когда за шесть дней до Пасхи Иисус Христос собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать его. Иудейские первосвященники, негодуя на Иисуса за почитание его народом, задумали его убить. Но невероятное узрели они. Люди с ликованием вышли на улицы навстречу Иисусу. Устилая его путь сорванными себе одеждами, бросали на дорогу пальмовые ветви с восклицанием. Благословенен грядущий во имя Господни Царь Израилев. Уверовал простое сердцем народ в могущественного и благого Учителя и готов был признать в нем Царя. И вошел Иисус в Храм Божий и прогнал тех, кто стены его порочил торговлей, меной, разбоем. И возвал «Дом мой, домом молитвы наречется». И палик ногами Иисуса слепые и хромые, и исцелил Он их. И отныне пальмовые ветви, а у нас верба, ранее всех пробуждающаяся после долгой зимы к жизни и освященная в церкви, знаменует праздник, весну, грядущее обновление. С радостью о Христе, одержавшем победу над тьмой, спасшим нас от власти греха, смерти и дьявола, и грустью о страданиях Его распятого теми же, кто только что Его превозносил, встречаем мы этот день в вербное воскресенье. «Триумфальная арка. Портал между прошлым и прошлым» В будущем в Хабаровск приехали представители фонда сохранения культурного и исторического наследия «Белый фонд». И сегодня у нас в студии руководитель образовательного направления фонда Ариадна Черкасова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ариадна, давайте расскажи немножко о фонде, когда он был основан, чем он занимается и кто является его целевой аудиторией. Наш фонд, «Белый фонд», фонд сохранения исторического и культурного наследия, был основан в 2014 году. Он существует довольно давно, и наша основная цель – это сохранение и популяризация наследия культурного, исторического, дореволюционной России и России зарубежной. Тема, которая на самом деле малоизвестна среднему россиянину. А кто целевая аудитория? Наша целевая аудитория, конечно, в первую очередь подрастающее поколение, потому что именно им мы хотели бы передать все те традиции, все те интересные нюансы, которые касаются русской культуры, о которых сейчас фактически ничего не известно. Но, конечно, на наши встречи и на наши мероприятия приходят разные поколения, и мы работаем с каждой возрастной категорией, причем по-своему. Так, и просветительскую деятельность вы проводите исключительно в России или куда-то еще выезжаете дальше? Ну, поскольку у нас дело касается и зарубежной России, и среди членов нашего фонда и активных участников, люди, которые непосредственно проживали за границей, это русские, которые волей судеб во время эмиграции, первой, второй волны оказались за рубежом, поэтому мы, конечно, пользуемся возможностями, ресурсами и делаем выставки за рубежом так же. Так мы делали огромную выставку в Сербии, в Белграде, которая потом путешествовала по всей Сербии. Так же мы делали выставки в Германии, Великобритании, и, собственно, надеемся распространять информацию о русской культуре и дальше, в других странах мира. А вот какие-то выставки, можете привести примеры, то есть сами названия выставок, про что они? Да, начинали мы с такой важной темы, как русский исход, то есть про тот исторический момент, очень трагический, когда многим русским людям пришлось покинуть родину. Самый большой исход был в Крыму, у вас на Дальнем Востоке тоже, и, соответственно, мы посвятили большую выставку, первую именно исходу, а точнее жизни русских воинов, их семей, сестер Милосердия на полуострове Галлиполе. О том, как в стесненных условиях, в палаточных лагерях они не унывали, они строили церкви, более 11 церквей было построено из подручных материалов, иконы из одеяла, аналоги из консервных банок. В общем, кто на что гораст, все приспосабливали для, так скажем, духовных нужд. И это замечательный пример стойкости нашего народа, и то, как в трудных ситуациях русский офицер может заниматься самой простой работой, не теряя при этом достоинства. И как трудные случаи, трудные исторические периоды закаляют русского человека и позволяют ему проявить себя как в самом таком своем наивысшем духовном расцвете. Это наша первая выставка. Затем мы делали выставки, в том числе в Государственной Думе, посвященные традициям празднования Пасхи до революции в зарубежной России. Дело в том, что в зарубежной России русские мигранты, они так держались за русскую православную церковь, за наши традиции, потому что это была единственная ниточка, которая связывала их с Родиной. Поэтому для них было так важно, как, наверное, для нас, совсем не важно, и мы не понимаем такого значения и традиций, и традиций духовной культуры, как понимают они. Поэтому мы взяли это, все самое лучшее, и показали, в том числе нашим депутатам. Ну, конечно, мы делали такие выставки в воскресных школах, и на разных приходах, и культурных центрах, духовных семинариях, Курской, например. У нас была очень большая выставка. Вот, собственно, это наше основное направление. И вот сейчас, два года назад, мы подумали, зарубежье зарубежьем, но ведь у нас на Дальнем Востоке и в Сибири есть такой замечательный смысловой акцент, о котором, к сожалению, очень мало кто знает из наших современников. Смыслообразующий акцент – это триумфальные арки, которые строились на пути возвращения цесаревича Николая Александровича в 1891 году. И эти арки – это символ и единения государственного, и символ движения на Восток, и символ взаимоуважения народов. Почему? Потому что императора будущего встречали и малые народы, коренные малочисленные народы, и купцы, и священства, и крестьяне. Все сословия скидывались деньгами, чтобы построить эти арки. И везде они были совершенно особенные. И это такой, я бы сказала, в это время произошла ревизия всех ресурсов, вот этих, когда-то считавшихся задворками империи, регионов. И первый раз будущий государь столкнулся лицом к лицу со своими подданными. И они его увидели, и показали все самое лучшее, что у них есть. Это было замечательное время. Вот мы хотим его вернуть сейчас в общественное сознание. Скажите, по поводу выставочной деятельности. Есть же еще у фонда, да, какое-то другое направление? Лекции, да, насколько я знаю? Да, мы устраиваем лектории, мы приглашаем людей, с которыми, в общем, в обычное время не встретиться просто. Это люди уникальные. Например, вот даже сейчас мы устраиваем лектории перед выставкой, и с нами в Хабаровск приехала правнучка главы свита цесаревича, князя Владимира Борятинского, Елизавета Владимировна Апраксина, графиня. Чего себе. Графиня Апраксина, которая очень много делает для того, чтобы увековечить память не только своей семьи, а память о лучших исторических моментах Российской империи. Вот ее основное кредо, что надо говорить правду и только правду, и вот она несет эту миссию. И она приехала сегодня к нам сюда, в Хабаровск. Сегодня у хабаровчан есть такая замечательная возможность просто даже посмотреть на нее и послушать ее доклад о ее семье. И для нас это очень ценно. Также мы устраиваем праздники в духе традиционном, тематические праздники. Корабельная Пасха, о том, как первым эмигрантам приходилось отмечать Пасху прямо на кораблях у полуострова Галлиполи, у острова Лемнос, Константинополя, когда у них не было дома. У них не было ничего. Но в душе у них всегда был их дом. Их дом Россия, их дом православная вера. И, собственно, этот наш формат. Мы пытаемся создать на праздниках такую атмосферу, чтобы это все прочувствовали, просто вот как оно было, как оно есть. Получается, у вас праздники, лектории и выставки. Вот это основная деятельность фонда. Да, это наша основная деятельность, основные наши векторы, в которых мы и планируем дальше развиваться. Скажите, удается ли привлекать молодежь к выставкам, к лекториям? Много ли заинтересованной молодежи? Вы знаете, сегодня представители нашего фонда беседовали с семинаристами. И мы видим такой неподдельный интерес. Ребята из семинарии Хабаровской нам помогали монтировать выставку. И вообще к нам приходит очень много ребят. Мы специально снимаем видеоролики, очень интересные, с викторинами, чтобы как-то сделать процесс познания истории таким увлекательным, азартным. И мы рассылаем в разные регионы наши видеофильмы. Я предлагаю тем, кому это интересно обращаться, мы обязательно можем прислать. Это замечательное пособие для занятий на уроках разговоры о важном или занятиях в воскресных школах. Это отличный контент, замечательное наполнение. И это, конечно, привлекает ребят. И они принимают участие в наших конкурсах всероссийских. У нас уже не одна выставка открыта именно по работам школьников. А что за конкурсы такие? Это школьники принимают участие в конкурсах, где нужно создать какой-то проект или рисунок, посвященный белому исходу, галлиполийскому стоянию или просто празднованию Пасхи в лучших русских традициях. Мы это все рассматриваем. У нас специальная комиссия отбирает работы. И мы на таких значимых площадках, пока Москвы, устраиваем вот такие выставки, приглашаем людей, серьезных чиновников, чтобы они тоже видели, насколько это важно, насколько это вообще-то интересно и молодежи, и детям, и насколько это важно для страны. А участники подростки или постарше? У нас участники и школьники, и студенты. И вот сейчас мы как раз собираемся на студенческую аудиторию расширять наш проект. И вот уже сейчас начали общаться, как я сказала, уже с семинаристами. Сегодня к нам на лектории должны прийти студенты из разных вузов. Я надеюсь, мы с ними познакомимся и много чего интересного им расскажем. Какие планы у фонда в будущем? Есть уже масштабный проект «Каза спиной», может быть, еще что-то более масштабное планируется в будущем? Ну, вообще мы не гонимся за масштабами. Наш основной принцип – это децентрализация. То есть не сосредотачиваться на столицах наших, Москва, Санкт-Петербург, а как раз работать вглубь. И вот как раз «Триумфальные арки» – это замечательный повод общаться и популяризировать русскую историю именно на Дальнем Востоке и Сибири. Мы уже побывали с этой выставкой в Улан-Удэ, в Иркутске. И представляете, если таких арок было не менее 20, это еще только по самым скромным подсчетам, потому что каждый населенный пункт делал свое подношение к государю в виде какого-то павильона, арки, может быть, небольшого монумента. Представляете, сколько у нас еще мест, которые нужно объездить, в которых нужно организовать выставки, пообщаться и окончательно и бесповоротно ввести этот символ в общественное сознание. Спасибо вам за беседу. Сегодня у нас в студии была руководитель образовательного направления фонда сохранения культурного и исторического наследия «Белый фонд» Ариадна Черкасова. Что еще произошло в мире православия за прошедшую неделю, узнаем прямо сейчас. Фрески появились в храме памятники воинам-дальневосточникам. Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери возводится на улице Тихоокеанской в Хабаровске. Храм посвящен защитникам, павшим в ходе специальной военной операции. В центре купола иконописцы выполнили образ спасителя. Он окружен архангелами и серафимами. Над ликами трудились хабаровские художники. После того, как мастера уберут леса, специалисты начнут делать пол. В ближайшее время в церкви Казанской иконы Божией Матери установят и резной иконостас. Он будет ручной работы. Храм заложен в 2023 году. Пока идет строительство, службы совершаются в расположенном рядом храме-вагончике в честь равноапостольного князя Владимира. Он едва вмещает всех желающих помолиться. Литературная гостиная появилась в русской классической школе при Хабаровской епархии. Ее цель – возродить традицию домашнего типа чтения в уютной душевной обстановке. Новую традицию учителя используют в качестве альтернативы гаджетам. Педагоги назвали гостиную «Зеленая лампа». Прообразом такого названия стал одноименный рассказ Александра Грина, где герой произведения волей случая открыл для себя мир книг, который увлек его и подарил ему путевку в жизнь. Литературная гостиная является вне классным видом занятий. Дневные учителя с детьми читают книги, которые не входят в школьную программу. Большой пасхальный концерт готовится в Хабаровске. Он состоится 12 мая в Краевой филармонии. В событии примет участие сводный хор епархии. Он будет петь с народным оркестром, а также фольк-фьюжн-проект «Красные бусы». В репертуар войдут не только духовные произведения, но и военно-патриотические. Ведь Пасха 1945 года совпала с Днем Победы. Это была программа «Слово веры». Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok